Привет, дорогие друзья! С вами Николай, Nico Slams. Сегодня среда, это время ответа на ваши вопросы. Спасибо огромное, что вы следите за мной в социальных сетях, в Инстаграм, через Инстаграм задаете вопросы. Я надеюсь, все наслаждаются НБА. НБА вернулась, все круто. И как раз первый вопрос. Кто? Леброн или Янис? Ну, ребята, какой же сложный вопрос. Хочется, конечно, респект дать Леброну за долгие годы, преданность баскетболу и вообще за то, что он сделал для этого вида спорта. Но что-то мне кажется, что все-таки Янис. У него как-то идет и идет и идет. И, возможно, это все-таки в этом году будет Янис. Либо, может быть, будет такая картина, где за общую сумму заслуг выделят Леброна Джеймса. Потому что этот сезон для короля может стать и переломным. После него его карьера, наверное, будет потихоньку-потихоньку идти вниз. К сожалению, вечных игроков не бывает. Это мы все поняли после Карима Абдул Джабара и его невероятно долгой карьеры. Следующий вопрос. Какими качествами должен обладать четвертый номер? Я думаю, речь идет о мощном нападающем. Это вообще ключевая позиция в современном баскетболе. Этот игрок, который играет близко к кольцу, но может выйти на периметр и забить трехочковый мяч. Ну, четвертые номера, если я из истории вспомню, да, классические четвертые номера. Чарльз Баркли, Карм Лон, Крис Вебер. Может быть, Андрей Кирильенко, да. Он тоже похож на четвертого номера, но у него не такой стабильный бросок. Какие качества? Ну, первое, это, наверное, вы должны обладать размером. Вы должны быть рослым игроком и крепким игроком, потому что четвертый номер собирает очень много подборов и толкается часто под кольцо. И современный четвертый номер, безусловно, должен обладать хорошим стабильным броском. Средним, а самое главное в современных реалиях дальним. И вообще, ребята, если вы сейчас планируете профессиональную карьеру начать, посмотрите современный баскетбол и сколько трехочковых бросков там бросают. И подумайте, чтобы самый краткий путь сейчас в профессиональный баскетбол, это уметь хорошо забивать дальние броски. Если вы это умеете, в любой команде вы пригодитесь. Хорошо, что я умею бросать трехочковые в любой любительской команде, я еще пока пригожусь. Да, это хороший пункт, надо запомнить. Расскажи свои самые запоминающиеся матчи. Ой, ну, я уже много лет как менеджер, а не игрок, но играю в любительской лиге. И я думаю, что каждый матч любительский мне запоминается. Вот я хорошо помню все свои матчи. Кстати, недавно в Новой Зеландии был матч любительский, где я за игру забил 14 дальних бросков. Но запомнился матч интересный, классный. Когда я только начинал играть, я очень хорошо помню матч студенческой лиги в Алма-Ате. Это был отбор на национальное первенство, и мы играли с командой Энерго. Напряженный матч, очко в очко, мы бились с ними. И так получилось, что мы проигрывали три очка, и оставалось, ну, пять секунд, даже четыре секунды. И несколько ударов я сделал. И причем своим броском в середину поля перевел мяч в овертайм, а потом матч. Да, а потом мы выиграли. Это был очень крутой поединок, и он мне запомнился. И даже статья выходила насчет этого матча. Я ее закину в Инстаграм. Посмотрите, проверьте, что я не вру. Но матч был классный. Из профессионального отмечу матч, когда я играл за ЦСКА Алмату, и мы играли против Атрара из Алматы также. Это такой раивери, принципиальные соперники в то время были. Хотя мы и занимали последние места в турнирной таблице. Но в любом случае, неплохой тогда я матч провел, и наша команда выиграла. И я запомнил этот матч, потому что это один из последних, когда я играл в национальной лиге Казахстана. Была победа, играли в Алма-Ате в Достыке. Ну, приятно было. Хорошие, позитивные эмоции. Как менеджер очень много было матчей Астаны классных, которых я запомнил. Зарубы. Ну, просто огромное количество можно перечислять, отдельный ролик даже сделать. Матч, который я, наверное, не забуду никогда. Это Инчон, да, это Корея. Азиатские игры, полуфинал с Ираном. Вот это действительно был тот матч, когда мы... Матч потерянных возможностей. Все было в наших руках. Медали были в наших руках. Вот как-то не сложились баскетбольные звезды тогда. Да, матч был классный. Я его, конечно же, выложу на этом YouTube-канале. Но я этот матч запомнил. Да, я думаю, как и все, ребята, сожалению, не удалось реализовать нашу цель и пройтись в матч за золото. Расскажи про свои тренировки в молодости. Ну, ребята, то, что я помню, это то, что я очень много тренировался, как любой молодой баскетболист. И, возможно, даже перетренировался. Даже такое возможно. Но все-таки я говорю, что вот система советской тренировки, там реально выживает сильнейший. Если ты действительно атлет, если у тебя есть все данные, ты пашешь и идешь вверх, тогда ты будешь играть. Если что-то не так, чуть травма, то ты остаешься за бортом этого жесткого профессионального спорта. Сейчас, конечно, все поменялось. Сейчас более подходит к этому всему с головой, с научных точек зрения. Даже в профессиональном спорте, вы видите, там есть определенный баланс, определенное изучение, как лучше спортсменам, как им лучше выходить на пик своей формы. Но я в свое время тренировался два раза в неделю в интернате спортивном. Потом, когда я уже закончил с профессиональным баскетболом, я все равно, когда в студентах играл, старался постоянно тренироваться. Каждый день старался где-то либо играть, либо тренироваться. Тренировки, конечно, очень здорово. Наверное, в свое время надо было еще больше работать над броском. Рано понять свою спецификацию, да, спецы. Как это правильно сказать-то слово? Спи, да, не так уж забыл все, русский. Короче, свою нишу в игре, да, если ты очень хорошо бросаешь, то нужно оттачивать это мастерство, оно пригодится. Если ты создаешь, идешь на проход, можно здесь побольше поработать, да. Бросок – это такая вещь, которая, блин, в баскете многое решает. Если ты хороший снайпер, я тебе дам один совет. Работай над своим броском под давлением, когда ты уже устал. В различных вариациях, да, если ты большой, работай над... Броском после заслона. Будешь забивать, будешь бросать, будешь королем. Кто останется с нами из сезона 2019-2020? Я думаю, что это речь идет о БК «Астана». Ну, ребята, в БК «Астана» остаются все казахстанские игроки, плюс Антон Пономарев. И пока что, пока что нет объявления по Александру Жигулину. Надеюсь, что он все-таки останется, но пока он не в команде. Антон вернулся, здорово, пожелаем ему удачи, а также всем парням, да, к нашим местным казахстанским. Я хочу пожелать прогресса, чтобы они шли только вверх и добивались успеха не только в национальной лиге, но и получали свои минуты в единой лиге ВТБ и доказывали, что они конкурентоспособны на таком высоком уровне. Это перспективные игроки Казахстана. Я думаю, что здесь нужно сделать отдельный ролик и записать его с кем-то совместно, кто конкретно находится сейчас в Казахстане, следит за молодежью. Возможно, это детский тренер, возможно, это главный будет тренер молодежной сборной. Тогда можно будет этот вопрос открыто рассмотреть, как-то сделать в виде дискуссии. Я что из последнего вижу, это Айткали, Литвиненко, Майдекин, вот эти молодые парни, которые играют в баскетбольном клубе Астана, ну, они, наверное, самые-самые перспективные. Вокруг них в ближайшие, наверное, 5-7 лет будет строиться игра национальной сборной. Расскажи свои впечатления о турнире на АДК. О, я помню. Хорошо, что вы не забыли этот турнир. Классный был турнир, как раз такая организация СЛК, которую многие знают. Мне очень нравится эта организация, именно эти ребята провели Кубок Мира 3х3 в Астане молодежный. Огромный респект. Тогда первые шаги эта организация начинала и сделала вот такой промо-турнир. Кубок на АДК, я точно не помню название этого турнира, но он был очень крутым. Сильные команды были, у нас была команда, как я сейчас помню, Дэмиан Лонг, я был, его друг Крис, кажется, его звали. Хочу сказать, что был Жома четвертым игроком, но он был и организатором. Может быть, он тогда не играл. Совсем память подводит. Но в любом случае турнир на АДК был очень крутым. И было очень много хороших команд. И когда, я думаю, что мы играли в четвертьфинале, играли против Алексея Тимошина, у него была сильная команда, и я тогда забил очень сложный базар. Последние секунды равный счет, и я решил бросить треху. Ну, наверное, метра два до трехочковой линии. И когда мяч летел, наверное, бывает такое у каждого баскетболиста в жизни. Я видел, как он летит мимо. Я был уверен, все, он точно не долетит. Ну, airball, либо передняя душка. Но, может быть, знаете же, когда на улице играешь, ветер чуть-чуть подул. Ну, и забил. Ну, и молодец. Выиграл игру. А в финале, к сожалению, проиграли. Ну, воспоминания остались. Классный турнир. И огромное спасибо СЛК. Дорогие друзья, огромное вам спасибо за ваши вопросы. Надеюсь, ответы вам понравились, пришлись по душе. Я полностью раскрыл тему. Пожалуйста, ставим лайки, оставляем в комментариях вопросы на следующую среду, на следующую неделю. На все отвечу с большой радостью. И, конечно же, давайте будем подписываться на мой канал. До скорых встреч, дорогие друзья. И продолжайте любить эту прекрасную игру баскетбол. Субтитры сделал DimaTorzok